Если у вас с собой есть Библия, откройте ее. Откройте Слово Божье на 77-м псалме, на котором мы вчера вечером остановились. 77-й псалом. И давайте прочитаем, начиная с 32-го стиха. «При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его». А теперь прочитайте 35-й стих. «И вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавителях, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали перед Ним». Неумно так поступать. «Сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его. Но Он милостивый». Полный сострадания. Скажите это. Полный сострадания. Сколько в Нем сострадания? «Он полон им, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей». Давайте обратимся к 85-му Псалму. Псалом 85, 15. «Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Аллилуйя. Теперь давайте обратимся к 111-му Псалму. Псалом 111. Извините, 110-й Псалом. 111-й Псалом был в моем сердце еще со вчерашнего вечера. Да, благодарение Богу, да. Мы прочитаем его буквально через минуту. Но здесь, в 110-м Псалме, посмотрите на 4-й стих. «Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». Вчера, перед сбором пожертвований, я говорил вам, опираясь на 9-ю главу 2-го послания к Коринфянам, и мы увидели новозаветное определение процветающего верующего, процветающего христианина. И вот Божья точка зрения в отношении процветающего верующего. Аллилуйя. Блажен или благословлен муж боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. «Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, или полон сострадания, и праведен». Добрый человек... И здесь не говорится о том, что Бог полон сострадания. Здесь говорится о человеке, о верующем. Аминь. «Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, или полон сострадания, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и стает. Желание нечестивых погибнет. Слава Богу. Аминь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на самое начало и отметили для себя это. Аллилуйя. Блажен или благословлен муж. И здесь вот это слово боящийся не относится к духу страха или же к силе страха или испугу. Фактически. Это не лучший выбор слов. Следовало бы и во многих современных переводах это переводится как благоговейное почтение. Благоговейное почтение. Аминь. Величайшее почтение к Богу. Величайшее благоговение по отношению к Нему. В конце концов Он Бог. И в Новом Завете Слово Божие говорит нам, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять бояться, но мы приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Которым взываем У меня есть Отец. У меня есть Папа. Аллилуйя. Слава Богу. Но с другой стороны, у меня есть величайшее благословение по отношению к Нему. Я весьма почитаю Его в моей жизни. Он стоит на первом месте в моей жизни. Он стоит на первом месте в жизни Глории. Я знаю это. И она знает это. И именно это делает нашу совместную жизнь такой богатой и полной. Аллилуйя. Потому что у нас есть величайшее уважение и почтение друг к другу. Господь сказал мне, ко мне пришло слово от Господа, когда я был студентом университета Орла Робертса. Он сказал, твоя жена драгоценна для меня. Я дал ее тебе. И она для тебя является тем же, чем для стали является закалка. Сталь, которая не была закалена, является хрупкой и бесполезной. Она выглядит хорошо, но бесполезно. Легко ломается. Но когда она закалена, аминь, она становится пластичной и твердой и выстоит под давлением. Понимаете? И я подумал, о, Господь весьма одобряет мою жену. Слава Богу. Аминь. Он сказал, она драгоценна для меня. Так что ты драгоценна для меня. Аминь. Аллилуйя. Поэтому давайте еще раз взглянем на эти слова. Бог полон сострадания. Он полон благодати. Он полон милости. Он полон истины. Аминь. Аллилуйя. А теперь давайте обратимся к книге Бытия. Первая глава книги Бытия. 26 стих. И сказал Бог «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». То, как оно звучит в синодальном переводе Библии, не дает нам увидеть полноты этого из-за использованного здесь повелительного наклонения. Фактически, в еврейском оригинале просто сказано «И Бог...» Помните, когда в синодальном переводе говорится «Да будет свет». В еврейском оригинале просто сказано «Бог сказал «Свет будь!» И свет стал». Аминь. И точно так же было сотворено и все остальное. Поэтому давайте посмотрим на это следующим образом. «И сказал Бог, «Человек будь!» «По образу нашему». И когда Он это сказал, Он говорил слова. Знаете, вы должны держаться одной линией. Бог никогда не изменяется. В Нем нет никакого изменения. Он никогда не изменяется. Он такой же, каким всегда и был и всегда будет. И когда Он начал это говорить, Он не сказал, «У меня идея, давайте сотворим себе человека». Здесь есть некоторый намек на это. Но в данном случае это не так. Поскольку мы неоднократно встречаем в Библии места Писания, где Бог уже запланировал сотворить человека задолго до основания мира. Писание говорит, что Он знал вас еще до основания мира. Он знал вас еще до того, как появился грех и до того, как появился Люцифер. Аминь. Поскольку мы сейчас видим, что Бог сотворил ангелов не для себя, а для своей семьи. Есть ангелы, которые будут вокруг престола Божьего и будут в Божьем присутствии вечно. Но вы увидите в послании к евреям, что не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Аминь. И когда Бог сказал эти слова в 26 стихе, Он обращался к безжизненному телу. Он сотворил тело человека из праха земного. Аминь. Но это был праведный прах. На тот момент этот прах земной принадлежал Богу. Тогда Он еще официально не передал эту планету и ее полноту человеку. Поэтому Он говорил эти слова, обращаясь к безжизненному телу. В Библии говорит, что Бог вдунул в Него дыхание жизни. Он вдунул Его в этих словах. Поэтому давайте вернемся и посмотрим на это место, помня об этом. И сказал Бог, «Человек, будь по образу нашему, по подобию нашему, владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землею и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Аминь. И Слово Божье говорит, чуть ниже, «И стал человек душою живою». Если вы изучите еврейский хумаш, который является комментарием пяти первых книг Библии, Техилим или же Псалмы, и вы найдете там комментарий старых еврейских мудрецов. Боже мой, это такие богатые вещи. То они так комментируют этот стих. «И человек стал живым говорящим духом, подобно Богу». Это просто переполняет меня. Он стал живым говорящим духом, подобно Богу. Аминь. Но Адам не слышал этих слов. Это те слова, которые сотворили его. Не его тело, его, его дух, включая его душу. Душа каждого человека живет внутри его духа. «Вы дух». У вас есть душа. И ваш дух и ваша душа живут в физическом теле. Так важно, чтобы вы постоянно осознавали эту истину. Вы не узнаете этого ни из одной другой книги, кроме этой книги, или же какой-то книги, которая ссылается на эту книгу, поскольку это книга, которая раскрывает тайну духа человека. Аминь. И раскрывает тайну духа Божьего. Итак, Бог сказал слова владычества. Аминь. Итак, дух человека, его природа, его внутренний человек, был сотворен словами владычества и власти. И именно поэтому у людей сегодня есть те же самые характерные черты. Единственное, если вы обратите внимание, над чем здесь не перечисляется, что человек должен был владычествовать, так это над другими людьми. Аминь. Давайте немного вернемся назад. Бог полон сострадания. Он полон милости. Он полон благодати. Он полон долготерпения и благости. Аминь. В нем нет ничего плохого. В дьяволе нет ничего хорошего. А в Боге нет ничего плохого. Аминь. Поэтому если Бог был полон сострадания, тогда и Адам был полон сострадания. Если Бог был полон надежды, тогда и Адам был полон надежды. Если Бог был полон веры, тогда и Адам был полон веры. Сострадание воспроизвело себя. И это настолько важно. Сколько бы вы об этом не слышали, этого никогда не будет достаточно. Сколько бы вы не размышляли над этим, этого никогда не будет достаточно. Сострадание воспроизвело себя. Этот человек... Ангелы не знали, кем он был. Они спросили, что из человек, что ты посещаешь его? Что из человек? Что из человек? Они были удивлены. Потому что он выглядел как Бог. Он звучал как Бог. Он светился как Бог. Аминь. На нем была та же самая слава, что и на Боге. И они не только были удивлены, но они были в восторге. Аллилуйя. И обратите внимание на следующий стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу самого сострадания сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И Бог, который полон сострадания, сказал... И благословил их Бог. И сказал... И теперь уже Адам слышал эти слова. Это были первые слова, которые услышал человек когда-либо в истории человечества. Это первые слова, которые были сказаны человеком. Это были первые звуки, которые он услышал. Это были первые звуки, которые достигли его барабанных перепонок. Вы же ведь не думаете, что какая-то птица или какой-то ангел разговаривал в то время, когда Бог говорил эти слова, не так ли? Нет, там никто не был настолько глуп, чтобы вмешиваться в то, что он делал. Аминь. Во всей вселенной царила абсолютная тишина. Библия говорит, что Бог увенчал человека своей славой. Именно тогда это и произошло. Бог, который полон сострадания, сказал «Плодитесь». Подождите минутку, подождите, подождите. Вернемся назад. «Свет будь!» И стал свет. «Человек будь!» И человек стал. «Плодитесь!» О, вы улавливаете это, не так ли? «Плодитесь!» Размножайтесь! Как? Как Бог? Относитесь состраданием к творению. Как вы владычествуете над птицами? С состраданием, любовью, надеждой и верой. Как вы владычествуете над рыбами морскими? С тем же самым созидающим состраданием и той же самой страстью к жизни и любовью, которые Бог всемогущий высвободил на эту землю в своем образе. Аллилуйя. Первые слова, которые услышал человек. Вы считаете, первые слова важны? Бог никогда не изменяется. Это слово так пока и не изменилось. «Плодитесь!» Размножайтесь! Наполняйте землю! И обладайте ею! И владычествуйте над рыбами морскими! И над птицами небесными! И над всяким животным, присмыкающимся по земле! Любите ее, пока она не будет обладаема вами! Любите ее, пока у вас не будет владычества! Аллилуйя! Слава Богу! И слава сошла на этого человека! Аллилуйя! И что произошло в самом начале? В тот первый день, когда Бог сказал, «Свет, будь!» Это не был солнечный свет. Солнце было сотворено лишь на четвертый день. Это не был солнечный свет. Тогда что же это было? Слава. Это была слава. Это было то же самое проявление сострадающего, созидающего, славного, наполненного светом просто Бога. Бога! Аллилуйя! И теперь человек с этим повелением был наполнен тем же самым светом. Хотите, чтобы я немного приоткрыл вам, к чему мы движемся? Слово Божие говорит, что вы являетесь чадом света. Вы свет. Облекитесь в оружие света, и там также речь не идет о солнечном свете. Вы со мной? Мы отправимся сегодня в путешествие. Слава Богу! Итак, сострадание воспроизвело себя, и теперь у человека было призвание. у него были полномочия этого призвания. У него было столько же силы и власти наполнять эту землю, сколько было и у Бога, чтобы сотворить ее. Я абсолютно уверен. Вы не можете убедить меня в обратном, если только не сможете подкрепить это местом Писания. Я убежден, что именно поэтому планеты, по крайней мере те, о которых мы что-то знаем, не обжиты. Я покажу вам почему. Призвание этого благословения, называть его главным благословением, не просто благословением, это главное благословение Адама, работа этого благословения, полномочия, слава, сострадающей присутствием его самого, было в том, чтобы посредством владычества любви распространять Эдемский сад. И здесь, в Библии, указаны размеры этого сада. Мы знаем его размер. Поэтому работа этого благословения, его силой, его призванием, его неотъемлемым словом от Бога, было распространять Эдемский сад до тех пор, пока бы он не наполнил собой всю планету. Когда Бог сказал, «Наполняйте землю», Он говорил о том, чтобы наполнять ее не только людьми. Нет, нет, Адам должен был наполнять ее этим садом. И, конечно же, в этом были задействованы люди. Но семья Божья должна была наполнить всю эту планету. И Эдемский сад должен был распространяться по всем направлениям, пока это любовь человека и сострадание, и семья, и сила, и слава Божья не превратили бы эту планету в Эдемский сад вселенной. И затем, я верю, планировалось, что мы перейдем к звездам. Именно поэтому нас по-прежнему туда тянет. Аминь. Я не знаю, что-то есть такое в белых людях. Им хочется в ту сторону. Неважно, что там в той стороне, им просто хочется вон туда. Аминь. Знаете, если бы это было оставлено на наше усмотрение, краснокожих, чернокожих, мы бы никуда не пошли. Знаете, мы, индейцы, просто сидели там, успокаивались, просто отлично проводили время, повели рыбу, охотились, стреляли друг в друга. Аминь. Я имею в виду, мы разбили свой лагерь на берегу озера, и мы питались рыбой. Тут приходит первый белый человек и говорит, «Вы когда-нибудь поднимались на ту гору?» Он куда-то направлялся, когда нашел нас. Аминь. А мы отвечаем, «Нет, мы никогда там не были». «Давайте пойдем туда». «Я не хочу туда идти, это тяжелая работа». «Давайте останемся здесь и поедим». «Нет, я хочу пойти туда». И он уходит. И его нет. И его нет. А через год или два он возвращается и говорит, «О, вам нужно было видеть то, что там находится». Я снова отправляюсь туда. На этот раз я попытаюсь побить свое время. В нем по-прежнему это есть, не так ли? Мы отправляемся на Луну. Что ж, мы добрались до Луны. Теперь мы отправляемся на Марс. Но вы пока еще с Луной ничего не сделали. Аллилуйя. Это просто часть человека. И это никогда не изменится, пока не будет удалено это проклятие. Что произойдет? Новое небо, новая земля, новые звезды. Господь скажет. «Хорошо, а теперь попробуйте еще раз». Я получил удовольствие от своей проповеди. Аллилуйя. Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы приходим перед Ним с ожидающими сердцами. Мы открываем свое сердце и свой разум для того, чтобы принимать откровения с небес. Слова, которые приносят небеса и их силы на землю. И мы благодарим Тебя. И сегодня на этом служении мы отдаем себя в умелые, сверхъестественные руки Духа Святого. И мы воздадим Тебе всю хвалу за каждое сказанное слово, за каждое сделанное дело и за все то замечательное и чудесное, что приходит благодаря тому, что Ты для нас сделал, Господь Иисус. Иисус, мы скоры, очень скоры, мы скоры на то, чтобы приписать всю славу Твоему имени и Твоему делу, Твоей цели, Твоим планам и стремлениям. И мы люди, посвященные этому слову. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Возьмите, пожалуйста, эту кафедру и снесите ее вниз, а то я так слишком далеко. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала Господу. Хвала Господу. Да, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо Тебе, Иисус. Послание к Ефесянам, первая глава. Помните, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Скажите это вслух. Я семя Авраамова. Я получил наследие, как сонаследник со Христом Иисусом. Все, что Бог пообещал Аврааму, является моим. А теперь первая глава послания к Ефесянам. И вы помните, что когда Иисус воскрес из мертвых, Он сказал, «Дана Мне вся власть на небе и на земле». Вы помните это? И в первой главе послания к Ефесянам апостол Павел Духом Святым сказал во втором стихе, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас «Благословивший нас всяким». Что у вас в Брэнсоне, штат Миссури, означает «всякий» или «всё»? Это сто процентов. Благословивший нас в прошедшем времени Он уже благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. И вот в этом заявлении мы отошли от Адама и его дела. Я имею в виду, что мы уже за пределами этого. Он был благословлен на земле. Мы благословлены как на земле, так и на небесах. Аллилуйя! Всяким духовным благословением в небесах. Всем благословением Авраама на земле. Я так вдохновил себя своей проповеди. Слава Богу! Аллилуйя! Прямо там, где вы сейчас сидите. Не важно, кто вы. Не важно, как вас зовут. Не важно, откуда родом ваша мама. Прямо там, где вы сидите. Вы благословлены благословением Авраама. Вы благословлены всеми духовными благословениями в небесах. Прямо там, где вы сейчас сидите. На небесах записано, что вы прямо сейчас богаты так, как вам и не снилось. Бог разделил с вами свое богатство. Как долго и как громко нам придется кричать, чтобы вы и все остальное тело Христово ухватило за это. Выбралось из этого мышления жизни в долгах и от зарплаты до зарплаты. И осознало, кем оно является. Правление сатаны, экономика земли быстро подходит к концу. И послушайте, мы благословлены на основании чего-то. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах во Христе, в Нем. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Бог принял эти решения еще до того, как вообще появился этот мир. Еще до того, как появился дьявол. Еще до того, как вообще что-либо появилось. Он принял все эти решения. И Библия говорит, что Он знал нас еще до основания мира. И что Он призвал нас еще до основания мира. Пришло это время. Он видел вас совершенными. И Иисус пришел, чтобы осуществить Его видение. Аллилуйя. Это все на основании того, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Аллилуйя. Аминь. И посмотрите на эту молитву в 16 стихе. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы». Итак, Отец породил, высвободил, Он высвободил, Он породил эту славу, которая есть в этой вселенной. В тот день, когда Он сказал, «Свет, будь!» Он был отцом этой славы, которая была высвобождена. И она здесь, она во Христе Иисусе, она в Его Слове. Это названо славным Евангелием. Она в Нем, она в вас. Его слава сейчас в вас. И Иисус молился в 17 главе Евангелия Таана, и Он сказал, «Славу, которую ты дал Мне, Я даю им». И мы занимаем положение веры и позицию власти в том, что касается этой славы. И когда мы начинаем ходить в вере и начинаем возгревать дар Божий внутри нас, мы начнем видеть проявление этой славы. «Слава Богу!» Это Божье желание и цель, чтобы она проявлялась в теле Христовом до такой степени, что мир мог бы видеть ее на нас. Что это за слава? Это та же самая слава главного благословения, которая сотворила всю эту материальную вселенную. И Бог, наш Отец, является ее Отцом. Аминь. И Иисус наделил нас властью ходить в ней точно так же, как ходил в ней Он. Итак, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Когда у вас будет время, углубитесь в эти слова. Помни о главном благословении. Углубитесь в эти слова. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Где? превыше 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 всякого начальства, всякой власти, всякой силы, всякого господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. вот где вы сидите. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». «Полнота Его» «Полнота Его» «Иисус не и не может быть и не будет полон без вас». Пора начать вкладывать эти вещи в свои уста и начать повторять их перед небесами, перед престолом благодати, пока это настолько не наполнит вас, что не начнет исходить из вас. Писание говорит в первом послании Петра 1,23 «Что мы рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век». Итак, когда вы родились свыше, что с вами произошло? Вы просто старый грешник, спасенный благодатью? Нет, с вами что-то произошло. Мы все еще здесь, в послании к Ефесянам. Прочитайте дальше 2 главу. Там сказано в 4 стихе «Бог богат и милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы видеть в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам. О, какое у нас будущее в грядущих веках. Бог будет тратить все свое время, показывая нам, что Он может делать, уча нас тому, как творить планеты и управлять вселенными. И у нас есть вечность. Десятый стих. Прочитайте его вслух вместе со мной, пожалуйста. «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Его творения созданы. Вам это не напоминает Эдемский сад? Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Что это за добрые дела? Главное благословение. Именно так и должен был действовать Адам. Каждое доброе дело было силой этого благословения, которое Бог предназначил нам исполнять. Вы были созданы во Христе Иисусе. Не от тленного семени, но от нетленного Слова Божьего, которое живет и пребывает в век. Когда оно попало в ваш разум и опустилось в ваш дух, первое, что произошло, ваш старый духовный человек был распят со Христом. Он сдал свои полномочия и умер. И это вся смерть, которую вам когда-либо придется претерпеть. Когда вы покидаете это тело, это все равно, что снять пиджак и бросить его на пол. Именно тогда-то в действительности и начинается жизнь. Это жизнь вне плоти. Слава Богу! Да. Но мы можем достигнуть этого более высокого уровня, находясь еще во плоти. созданы, сотворены во Христе Иисусе ходить в главном благословении, ходить в том, что Он предназначил для человечества. Аллилуйя. Давайте вернемся к пятой главе второго послания Коринфянам. Семнадцатый стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Вот оно снова, это слово, сотворены. Созданы, сотворены во Христе Иисусе. Вы, Его творение, сотворенное во Христе Иисусе. И каждый человек, сотворенный во Христе Иисусе, является новым творением, новым видом существа. Не просто старым прощенным, не просто старым очищенным. Старый умер и воскрес новым творением во Христе Иисусе. Аллилуйя. Древнее прошло. Теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. Не против одного мужчины, женщины или ребенка Бог не держит их преступлений. Самому плохому грешнику в мире Бог не вменяет его преступлений. Он не держит их против него. Все, что человеку нужно сделать, это призвать имя Иисуса, и он тут же будет пересотворен, потому что грех потерял свою власть. Есть только один грех, который сегодня отправляет людей в ад. Это отвержение Иисуса Христа из Назарета как Господа и Спасителя. Ну, вы отправитесь в ад за ложь, равно как вы отправитесь туда за воровство. Нет, вы отправитесь в ад не за воровство и не за ложь. Вы идете в ад из-за того, что Иисус не является вашим Господом. Брат Коплин, как насчет всех тех людей, которые не слышали? Это уже не в моей компетенции. Это в компетенции Бога. Позвольте ему разбираться со сложными моментами. Я здесь просто для того, чтобы проповедовать Слово Божье. Я делаю все, что только знаю. Все, что я только призван делать. И все, что я только вижу, можно делать, чтобы донести это до всех них. Но скажу вам, они в руках любящего Бога. можно было бы подискутировать на эту тему, но я не буду этого делать. Нет, я не собираюсь говорить того, что вы думали, я собирался сказать. Итак, Аминь. Иисус есть путь. Пусть здесь на этот счет не будет никакой ошибки. Итак, прочитайте 21 стих. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом или праведностью Божьей. Не знавший греха был сделан грехом за нас, чтобы мы могли сделаться, сделаться. Это то же самое греческое слово, используемое для слова производство. Они делают что-то. Мы были сделаны праведностью Божией в нем. В тот момент, когда вы спаслись, вы были такими же праведными, какими вы когда-либо будете. Вы такие же праведные, как сам Иисус. Да, вы возрастаете в святости, но праведность, дар праведности сошел на всех людей. И те, которые принимают его, изучите пятую главу послания к римлянам. Оно все там есть. Но сегодня я хотел, чтобы вы увидели вот это слово «созданы» или «сотворены». То же самое, что произошло с Адамом, когда Бог вдохнул эти слова, наполненные жизнью силы и благословения и сотворил и высвободил свой дух в вечную жизнь, это в точности то же самое, что произошло с вами. И когда слово живого Бога пришло к девушке по имени Мария, Дух Святой окутал ее, и это слово стало семенем, и слово стало плотью, и обитало с нами. Аминь. Но это слово было драгоценным семенем в ней. И когда это слово вошло в вас, и вы родились свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, которое живет и пребывает в век, и вы были его творением, сотворенными во Христе Иисусе, Дух Святой окутал вас, ваше тело, и ваш старый дух умер, и Слово живого Бога начало давать ростки внутри вас, и сотворило святое праведное существо внутри вашего тела. Древнее прошло, теперь все новое. Вы всего лишь маленький младенец, рожденный от маленького семени, но внутри семя главного благословения Божьего. Не просто благословение Адама, не просто благословение Авраама, но благословение Иисуса и всей власти на небе и на земле. Внутри вас было рождено что-то чрезвычайно драгоценное и святое, но это было лишь семя. Оно там. Все отличительные черты Бога там. Любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание, мягкость, все эти черты являются частью вашего возрожденного человека, вашего духа. Оно все там. Аминь. И оно все подобно Богу, потому что оно было рождено от Его уст. Оно было рождено от Его Духа. Оно было рождено от Его Слова. Его творение. Аллилуйя. Та же самая сила, которую Он использовал, чтобы воскресить Иисуса из мертвых. Это было главное благословение. Понимаете, ничего не происходит. Проследите, на этой земле ничего не происходит без этого благословения. Именно главное благословение воскресило Иисуса из мертвых. Знаете, что сказал Бог? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Мы часть этой полноты. Слава Богу во веки. Знаете, обратитесь к посланию кремлянам. Обратитесь к книге Псалмов. Обратитесь к книге Малахии. И обратитесь к Евангелии от Матфея. Знаете, давайте рассмотрим их по порядку. Давайте обратимся к 113 Псалму. Псалом 113 24 стих. Давайте начнем с 20 стиха. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа или тех, кто почитает Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Мне печально говорить, что большинство христиан по-прежнему при любой возможности говорят, «Но у меня ничего нет. Это все принадлежит Господу». Вы такая легкая добыча для дьявола, потому что Он вор. Если вы не возьмете над этим власть, если вы не вступите во владение тем, что было дано вам, Он будет воровать у вас до тех пор, пока у вас ничего не останется. Аминь. Это абсолютная правда. Я видел это буквально в самом начале своего служения. Нашим первым маленьким двухмоторным самолетом была Cessna 310 модель B. Я был в таком восторге от него. Я только-только его получил. Я был в аэропорту и полировал его. Я полировал этот самолет. И ко мне подошли два молодых проповедника, которых я знал. И сказали, «О, это самолет. Это новый самолет». Я ответил, «Да». «Разве это не чудесно?» Я ответил, «Да, чудесно». «Красиво, не так ли?» Они весь его осмотрели. И один из них сказал, «Только подумай, это самолет Господа». Я ответил, «Нет, это мой самолет». Он выглядел так, как будто я его ударил. И я хотел, чтобы это прозвучало для него как удар. Он спросил, «Что?» Я ответил, «Нет, это самолет не Господа. Он дал его мне. Именно поэтому он так ценен для меня. Он дал его мне. Он принадлежит мне. Аминь. И когда я получил его, я посвятил его Господу, чтобы он его использовал. Аминь. И я буду делать с ним только то, что он говорит делать, поскольку он главнокомандующий. Но самолет принадлежит мне, и я ответственен за все правила владения собственностью, которые есть в этой книге. Праведное владение собственности. Это важно. Аминь. Аллилуйя. Была одна женщина. Мы были в их доме. Они были друзьями родителей Кэролин Савейл. И в тот вечер мы ужинали вместе. И она сказала, брат Копланд, я хочу у вас кое-что спросить. Я ответил, хорошо. Она сказала, мы строим новый дом. И скажу вам, я просто этого не понимаю. Мы ставим одну стену, а другая падает. Мы все строим его и строим. К этому времени мы уже должны были его полностью закончить. Это самое худшее дело, за которое я когда-либо брала свои жизни. Я продолжаю говорить, это твой дом. И ко мне пришло слово от Господа. Скажи ей, что в этом-то все и дело. Я пытаюсь дать этот дом ей, а она продолжает отдавать его обратно. Им никто не владеет. И дьявол просто рушил его. И я сказал ей это. И вы бы видели, как она изменилась. О, сказала она. Я просто мог видеть, как это накрывало ее с головой. Иисус, я принимаю дар моего нового дома. Сатана, убери свои руки от моей собственности. Казалось, она сказала это на одном дыхании. Она приняла тот дар, который давал ей Бог и сказала, дьявол, убери свои руки от моего дома. Она действительно в тот момент задала ему хорошую трепку, что ей и следовало делать. Ей следовало делать это постоянно. Это мой дом. Бог дал мне это место. И я принимаю его и посвящаю его для Божьей славы. И мы с ним в этом вместе. Вы это понимаете? Когда Бог служил через Мелхиседека, он и Авраам были в этом вместе. Они оба были владыками неба и земли. Аминь. Итак, небо принадлежит Господу, а землю Он дал Сынам Человеческим. А теперь давайте обратимся к 3 главе Малахии. Это прямо перед Евангелием от Матфея. 3 глава Малахии. И со всей этой информацией, работающей в вас, давайте прочитаем 6 стих 3 главы. «Ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать с Богом? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение? Где было связующее звено? Десятина. Они, по сути, приносили десятину. Мы сейчас не будем разбирать этот вопрос. Но, по сути, они приносили что-то, называя это десятиной. В некоторых случаях это были какие-то вещи, которые были им не нужны. В других случаях это были животные, которые на рынке не представляли из себя никакой ценности. И самой большой проблемой было, он сказал, дерзостны передо мною слова ваши. Поэтому Бог не мог излить благословение, поскольку они не соблюдали порядок приношения десятины. Они не делали этого правильно. И Бог не злился на них из-за этого. Проблема была в том, что они перекрывали благословение. Разве вы не помните, что Он сказал? В вашей жизни работает проклятие. Я хочу, чтобы вы помнили, что сказано во второзаконе 30-19, потому что это имеет такое же отношение к благословению вашей жизни, какое оно имело в их жизни, и даже большее. Бог сказал, «Во свидетели перед вами, призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вы изберите ее, и вы избрали ее, когда избрали Иисуса как вашего Господа и Спасителя, но потом подкралась религия и делала все возможное, чтобы отговорить нас от этого. Бог знает, что мне нужно. И Он просто благословит меня, когда посчитает нужным. А до тех пор я просто буду продолжать двигаться дальше. Мне, по сути, не нужно это послание процветания. Мне, по сути, не нужно это послание благословения. Мне многое не надо. Только я да моя семья. Нам многое не нужно. Если бы у нас было хотя бы чуть-чуть, фактически, прожиточного минимума было бы для нас вполне достаточно. Что ж, вы эгоистичны. Я не эгоистичен. Нет, эгоистичны. Вы говорите мне, что все, что вам нужно, это прожиточный минимум. Как насчет вашего пастора? А как насчет нищих? Как насчет раздетых, больных и замерзших? Почему бы вам не взять и не верить Богу о 10 тысячах долларов в неделю? Потом отсчитать от них свой прожиточный минимум, а остальное посеять в тело Христова? Никто не говорил, что вы должны были хранить их. Но вы будете отвечать за то, что не избрали благословение. Никто не говорил, что вы должны были хранить их. но вам, слава Богу, лучше заняться сбором этого урожая, потому что любой, кто оставляет урожай гнись на поле, является безответственным глупцом. Аминь. Это жесткий разговор, и он еще далеко не жесткий. И одно дело, если вы не знаете об этом, но когда Бог начал двигаться так, как Он двигается последние 50 лет особенно в Соединенных Штатах, чтобы донести до нас, что Он сыт по горло нищетой среди Его народа, в каком мы выставляем Его свете, когда рассказываем людям, что Бог хочет, чтобы мы были нищими, а сам Он живет в большом золотом дворце, Его улицы выложены из золота, а мы живем в трех триллионной экономике или сводим концы с концами. Это больше не будет работать, и нам придется отвечать за то, что сделал Бог. Аминь. И я рад, что я взял сейчас и ответил за это. Аминь. Итак, давайте вернемся назад. Куда мы сейчас направляемся? Мы направляемся к Евангелию от Матфея. Верно? Итак, 28-я глава Матфея. Одно из моих любимых мест Писания во всей Библии. Слава Богу! Иисус только-только поднялся из ада. И он только-только вышел из этого гроба. Слава Богу! 18-й стих. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». О, слава! Я сказал, «Слава!» Аллилуйя! Я скажу вам, что меня веселит. Меня это веселит каждый раз, когда я думаю об этом. Я много думаю об этом, и я много смеюсь по этому поводу. В тот момент, когда Иисус воскрес из мертвых, в тот момент, когда Он пристал перед Небесным Отцом, в тот момент, когда Он воссел по правую руку величия, ваш Небесный Отец отошел от дел. Он передал весь суд вашему старшему брату. Мой брат будет судьей. Да, это веселит меня. Мне это нравится. Мне это нравится. Ваш Небесный Отец перешел к своей семье. Аминь. Как-то раз во время служения я сидел на сцене, и люди просто восклицали, люди просто ликовали. Там стоял такой шум, это было просто что-то. Аминь. И знаете, многие думают и пытаются успокоить и остановить это. «О, это неблагочестиво». И я сидел там на сцене, и сам еле мог держать себя в руках. Там царил такой восторг. Все просто восклицали, прыгали и бегали по всему залу. Я начал осознавать тот факт, что отцу это доставляло удовольствие. Я спросил, «Тебе действительно это нравится, не так ли?» Он ответил, «Разве ты не читал в моем слове?» «На небесах однажды поднялось такое ликование, что поколебались верхи врат». Я сказал, «Я помню, что читал об этом, но я об этом забыл». Послушайте, это просто... После этого я уже совершенно не мог усидеть на своем стуле». Он сказал, «Если бы не грех канат, у меня бы никогда не возникало ни одной серьезной мысли». Я спросил, «Что ты сказал?» Он ответил, «Если бы не грех, у меня никогда бы не возникало того, что называют серьезной мыслью». Что касается меня, я есть любовь, сострадание, радость, надежда и вера. Мне нравится весело проводить время. Я сотворил мою семью, чтобы играть с ней. Мне хочется весело проводить время, созидать вселенные и отлично проводить время. Если бы не этот вор сатана, мы бы по-прежнему спокойно этим и занимались. Знаете, скажу вам, меня это так воодушевило. Аминь. Но в тот вечер я кое-что узнал об отце. Это приводит его восторг. Вы даже представить себе не можете, в какой это приводит его восторг, когда его семья так ликует. О нем, его благословении, о его кресте, его крови и его слове. Вы знаете, почему ангелы так ликовали, когда Иисус родился на этой земле? Благая воля по отношению к человеку. Бог говорит, давайте же, война закончена, давайте веселиться. Слава Богу! Аминь. Давайте исцелим кого-нибудь, давайте спасем кого-нибудь, давайте принесем кому-нибудь благополучие, будем отлично проводить таким образом время, слава Богу! Да! Аллилуйя! Итак, четвертая глава римлянам. Это удалит здесь всякое недопонимание. Слава! Слава, 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 слава. Четвертая глава послания к римлянам. Тринадцатый стих. Ибо незаконом даровано Аврааму обетование быть наследником мира. Наследником мира. Даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. шестнадцатый стих. Итак, поверье, чтобы было по милости, дабы, или поскольку это цель, это поверье, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всего семени. не приложно для всего семени. Не только по закону, то есть не только для физически рожденных потомков Авраама, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, «Я поставил Тебя Отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался Отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. И не изнемогший в вере, Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба усаренного мертвения. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд веря, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось. Это было гарантировано. Ему в праведность. опрочем не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего или нашей праведности. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Дабы обетование было непреложено для всего семени. Если же вы Христовы, то вы семя Аврамова и по обетованию наследники! Здравствуйте, наследники! Здравствуй, Мартин Божий, сонаследник с Иисусом, владыка неба и земли! вставьте сюда свое имя. Он благословил меня всеми благословениями в небесах. «И у меня есть защитник перед отцом, советник по правую руку от него, который есть умилостивление за мой грех, и он верен и праведен, чтобы простить мне мой грех и очистить меня от всякой неправедности. Когда я исповедую свои грехи, а не спустя пять лет, и когда я хожу во свете подобно, как он во свете, его кровь очищает меня от всякого греха». Писание говорит, что вы были некогда тьма, а теперь свет. Вы дети света, вы рождены от света, облекитесь в оружие света. Что такое грех? Грех пришел в мир, а с грехом смерть. Если коротко, то грех это все, что подключает вас к смерти. Грех это все, что отсоединит вас от главного благословения. Есть много вещей, которые люди вообще не считают грехом. Большинство людей не считает страх грехом. Страх это грех. Откройте быстренько 54 главу книги Исаии. Прочитайте 14 стих. И вы понимаете, что в 53 главе Исаии Дух Святой пророчествует об Иисусе на кресте. И в последнем стихе этой главы вы читаете об Иисусе воскресшем из мертвых. И в 54 главе Исаии Бог называет несуществующее как существующее, Духом Святым обращаясь к телу Христову и воскресшему Иисусу, сидящему по правую руку от Бога. И обратите внимание на этот 14 стих. Ты утвердишься правдой, или даже начнем чуть выше. Я хочу, чтобы вы увидели это в 8 стихе. В жару гнева я сокрыла тебя, лицо мое на время. Это было три дня и три ночи. Но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь, ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Это наносит серьезный удар по религии, не так ли? Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Каждый раз, когда что-то случается, происходит землетрясение или еще что-то, проповедники на следующем же воскресном служении начинают проповедовать, на нас обрушился гнев Божий, Бог разрушил вон ту церковь, пытаясь тех людей чему-то научить. Бог не занимается разрушением церквей, Он созидает и строит церкви, Он не разрушает их. Это все результат недостатка знания. 14 стих. Ты утвердишься правдою или в праведности. Знаете, как-то раз я записал песню, она вошла во второй или в третий альбом, который я записал, находясь в этом служении. И эта песня, это была такая благословенная песня. Я праведность Божья в нем. Это одна из моих любимых песен. И были христианские диджей, которые отказывались крутить ее. Да как он смеет говорить, что он праведность Божья? Нет, ни одного праведного. Ни одного. Вам стоит прочитать всю третью главу послания к римлянам, вместо того, чтобы вырывать из нее этот стих и пытаться стрелять в меня им. Нет праведного, ни одного. Это было частью третьей главы. Но вам следует прочитать следующий же стих. Правда или праведность Божья через веру во всех и на всех верующих. Аминь. это часть главного благословения. Не так ли? Итак, ты утвердишься правдой или в праведности, будешь далека от угнетения. Слава Богу! Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых или угнетаемых дьяволом. Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. Что является духовным связующим звеном между человеком и угнетением? Страх. и от ужаса, ибо Он не приблизится к тебе. Ужас или террор это спланированное организованное использование страха в качестве оружия. Именно этим и является терроризм. Форма войны, стратегия войны. Слово Божие говорит «Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Не страх и мучение. Если есть страх, есть и мучение. Мучение является частью страха. Вот будут кто будет? Страх, угнетение и ужас, террор будут вооружаться против тебя, но не от меня. Господь Искупитель твой сказал «Я не посылал их тебе, я не наводил их на тебя». Бог не дал нам духа страха. Он дал нам дух силы, чтобы покончить со страхом. Дух любви, с помощью которого изгонять его. Дух здравого ума, чтобы у нас хватало ума это делать. Аминь. Аллилуйя. Мы еще пока к этому не пришли, но мы уже на пороге. Аллилуйя. А теперь давайте обратимся к книге Откровения. Мне нравится эта часть. Давайте откроем двадцать первую главу книги Откровения. Седьмой стих. Побеждающий наследует все. Что ж, именно об этом мы и говорили, не так ли? Владыки неба и земли. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же. Послушайте, это разделило здесь одних и других. Боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Говорю вам, у страха здесь достаточно ужасная компания. Я слышал, как пасторы церквей, проповедники и лидеры служения не говорили. Ну, знаете, небольшой страх может быть даже полезен. Все должны чего-то бояться. Неужели? Да, аминь, именно так. Хорошо. А как насчет небольшого неверия? Оно, вероятно, тогда тоже полезно, не так ли? А как насчет небольшой скверности? убийства? Ну, мы не будем никого убивать, кого не нужно убивать, но... Ну же, если небольшой страх полезен для вас, небольшое убийство время от времени просто будет поддерживать вас деятельными. Как насчет небольшого любодейства? Как насчет того, чтобы время от времени немного попрелюбодействовать? разве это не поможет вам ценить вашу жену? Да, придите с этим домой и посмотрите, как долго это будет работать. Да, да, это будет главным вопросом, когда вы придете домой с таким откровением. О, небольшое чародейство, небольшое идолопоклонство и, конечно же, ложь. Это постоянная помощь в момент нужды, не так ли? все такие откровения приходят от выдающегося человеческого ума на пару с хула-хупом или еще чем-то выдающимся. Боже мой, это было бы весело, если бы не было так удручающе. Просмотр фильма ужасов ничем не отличается от порнографии. Когда кто-то вовлекается в страх ради ощущения страха, это влияет на человеческую анатомию в той же самой сфере, что и секс. Равно как и скорбь. Она приходит оттуда сфере. Те из вас, кто переживал ее, я переживал скорбь. Кто-то звонит и говорит, о, Кеннет, мне так жаль. И вот она начинает бурлить внутри вас, и вы начинаете вопить и причитать, слезы просто текут, и вам неплохо, вам хорошо. И затем вы уже собираетесь остановиться, но тут приходит кто-то еще, о, боже. Эта скорбь обосновывалась в залах траурных церемоний, и она просто витает там. Вы прекрасно себя чувствовали, пока не вошли в тот зал, и не увидели сидящую там бедную вдову, о, вот она начинается, и она делает то же самое снова, снова, снова и снова. Вы продолжаете подчиняться ей, и эта скорбь пропишется у вас. Но вот все уже разошлись, и весь салат съеден, все цветы завяли, и выброшены вон. И вы сидите там одни в темной комнате, и вы начинаете искать этот плач. Вы чувствуете себя каким-то червяком, и вы ищите этот плач, от которого вам становилось хорошо, а его нет. Ничего не осталось, кроме этой глубокой, мучительной боли. И такое ощущение, что она размером с канталупу застряла вот здесь. Она застряла вот здесь, и вы не можете ни выплюнуть ее, ни проглотить. И она затягивает вас все глубже и глубже. И теперь вы настроены на то, чтобы в очередной раз столкнуться с долгом, смертью, сомнением, страхом и неверием. А благословение уже где-то очень далеко. Все остальные занимаются своими делами. А вы просыпаетесь посреди ночи с этим мучительным чувством одиночества. Но у меня есть благая весть. У меня есть Евангелие великой радости. У вас есть власть. У вас есть Слово живого Бога. Вы владыка неба и земли. И вы возгрейте себя. Возьмите себя за ухо и вытащите себя из этой темной комнаты. Раздвиньте шторы и сложите траурную одежду обратно в шкаф. Возьмите фотографию своего сына, своей дочери, своего мужа, своей жены. Поставьте ее посреди комнаты и начните праздновать жизнь. Начните праздновать Иисуса. Начните праздновать силы Божьей. Потому что на другом конце вашей веры радость Господа. И когда приходит радость, когда вас начинает наполнять радость, знайте, скорбь начинает выглядеть как подстрекатель. Эта радость начинает подниматься внутри вас и скорбь говорит, о, пора убираться отсюда. О, радость Господа, ваша сила. И вот она приходит. Вы начинаете прославлять Бога и вдруг вы начинаете знать какие-то вещи. вы начинаете понимать какие-то вещи. И вы начинаете развивать новые взаимоотношения с близким вам человеком, который отличается от тех, что были у вас в прошлом. Кто из вас когда-либо лично видел Иисуса во плоти? У кого из вас есть с Ним личные отношения? Мне все ясно. Вы в Нем. Он в вас. Она в Нем. И она вас. Аллилуйя. Моя мама ушла на небо, оставив нас с отцом в 1988 году. Она ушла на небо. Разве это не утрата? А в 2000 году на небо ушел и папа. Теперь они там снова вместе. Да, теперь все в порядке. И я не рассчитываю на то, что мама будет вести и направлять меня. У меня есть Дух Святой. Но у меня есть замечательные взаимоотношения. Я много о них думаю. Я говорю, Господь, скажи маме, что все хорошо. Я не проповедую чего-то не то, потому что для нее это было очень важно. Кеннет, только посмей проповедовать что-то не то. Я от тебя не отстану. Аминь. Я говорю о радости Господа. Я говорю о том, когда небеса и земля соединяются вместе. Слава Богу! Я говорю о хождении в том, что от Бога. И в заключение мы обратимся к третьей главе послания к Ефесянам. Аллилуйя! Вы что-нибудь выносите для себя из этого? 14 стих «Для сего преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Помазанного от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Боже мой, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Итак, когда вы поступаете на основании и послушны заповеди любви, вы послушны ей, потому что это заповедь. Вы послушны ей именно по этой причине. Вот ситуация. И вы говорите, «Я люблю Господа Бога моего всем сердцем моим, всей душой и крепостью. Я люблю ближнего моего, как самого себя, поскольку это угождает Богу, и это моя заповедь, поэтому я люблю вас». Иисус любит меня. Мой отец любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Да. Иисусу придется нарушить первые две заповеди для того, чтобы не любить меня. И он не собирается грешить ни за меня, ни за кого-то еще. Никогда не вставайте и не говорите, «Господь, мне кажется, что ты меня не любишь». Приведите себя в чувства и замолчите. Вы не должны так говорить. Вы только что обвинили Иисуса в том, что он грешит. Он никогда не нарушал этой заповеди и никогда не нарушит. Нет. Поэтому я принял решение, что тоже не буду ее нарушать. Независимо от того, что вы делаете или чего не делаете. Я буду любить вас. И каждый раз, когда я говорю, каждый раз, когда я движусь в этом направлении, каждый раз, когда я посвящаю себя этому, каждый раз, когда я практикую это дома, в церкви, на улице, на работе, везде, каждый раз, когда вы это делаете, вы укрепляетесь во внутреннем человеке Духом Святым Его Могуществом. И совершенная, укрепленная любовь изгоняет страх. Каждый раз, когда вы это делаете, каждый раз, когда вы поступаете на основании этого, вы становитесь больше, чем были до этого. Каждый раз. Верою вселиться помазанному и Его помазанию в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. Это для каждого рожденного свыше. Аминь. Постигнуть, это больше, чем понять, постигнуть, это значит иметь практическое знание. Это больше, чем понимание. Вы знаете, что вы делаете. У вас есть понимание того факта, что вы можете купить билет, сесть на самолет, и он вас куда-то доставит. А у меня есть постижение. Я не умею вас. Я просто был обучен. И у меня есть практическое знание того, как пилотировать самолет. У вас есть понимание того, как быть пассажиром самолета. А мне для того, чтобы куда-то полететь. Не нужен кто-то еще. Поэтому такого рода постижение находится на более высоком уровне. Не так ли? Это глубина понимания. Именно это и означает это слово в греческом тексте. Чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Какой ширины, какой длины, какой уразуметь любовь. И Бог есть любовь. И это говорит мне о том, что мы можем понимать Бога. Ну, брат Копланд, вы никогда не сможете понять Бога. Могу, если Он является учителем. Чтобы вы могли постигнуть и уразуметь. Слово уразуметь является переводом греческого слова геноско. означающего иметь близкие отношения. Это очень интимное слово. Адам познал Еву, жену свою. И иметь близкие отношения с любовью Христовой, с любовью помазанного и его помазания. Близкие отношения с его заповедью, которую он нам дал. Близкие отношения с его помазанием, которое снимает бремена и уничтожает ярмо. У вас с ним развиваются настолько близкие отношения, что он начинает говорить. Видишь, вот того человека, я хочу, чтобы ты пошел и возложил на него руки, потому что я собираюсь исцелить его. И скажи ему, что с его сыном все будет хорошо. Это близкие отношения с помазанным и его помазанием. Это предназначено для каждого верующего, но только если вы укоренены и утверждены в любви. А тому нет, я забегаю вперед, уразуметь превосходящее разумение и любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Бога, который есть сострадание, который полон любви, который полон милости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы уже пришли к этому? Нет, но мы уже на подходе. Говорю вам, тело Христово ближе, чем оно когда-либо было со дня Пятидесятницы к тому, чтобы быть исполненным всею полнотой Божьей. А тому, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, не говорите мне, что вы никогда не поймете Бога, если Он является Учителем. Он будет говорить вам, какие вопросы задавать. Он будет давать вам ответы, которых вы не знаете. Он будет говорить вам, что спрашивать. И затем Он будет отвечать на эти вопросы, пока вы его не поймете. И когда вы начинаете понимать любовь, вы начинаете понимать его. И вы не были сотворены для ненависти, вы не были сотворены для болезни, вы не были сотворены для нищеты, вы не были сотворены для немощи, вы были сотворены для живого господина, вы были сотворены для сострадания, состраданием, через сострадание, чтобы жить в Эдемском саду. Аллилуйя! Воскликните кто-нибудь Аминь! Бог Всемогущий живет внутри вас. Откройте, пожалуйста, 10 главу книги притчи. 6 стих. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. 11 стих. Уста праведника – источник жизни. Уста же беззаконных заградит насилие. Другими словами, его уста полны беззакония. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. И мы уже выяснили, что является грехом. Грех – это все, что будет останавливать благословение, или же это непослушание Богу. В устах разумного находится мудрость. 15 стих. Имущество богатого – крепкий город его. Беда для бедных – скудость их. Здесь не говорится главным образом о безбожных людях с деньгами, а не праведных. Здесь говорится о праведных с деньгами. Есть праведные люди, которые бедны. Я имею в виду в финансовом плане, и не только. Есть рожденные, свыше крещённые Духом Святым, говорящие на иных языках, ходящие в церковь, любящие Бога люди, которые не в состоянии оплатить свои счета. И в этом есть что-то неправильное. И проблема здесь – в это вовлечены многие проблемы. Но я говорю вот об этом месте Писания. Проблема в нищенском мышлении. Праведный человек, рождённый свыше, крещённый Духом Святым, любящий Бога, носящий с собой Библию, верующий с нищенским мышлением, будет оставаться нищим. И это станет его или её бедой, или разрушением. Но человек, который научился ходить в благословении, не только здоров, но богат и силён. Понимаете? И это богатство становится вашим крепким городом. Иов был богатейшим человеком на Востоке. И он стал таковым через благословение Авраама. Вы следите за ходом моей мысли. И сатана покушался на это, не так ли? Он сказал Богу, «Разве даром богобоязнен Иов? Ты кругом оградил его». Просто мысль. Поразмышляйте немного над этим. Бог благословил его, и он сказал, «Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающим тебя будет не так уж хорошо». По той же самой основной причине. Почему сатана был так заинтересован в том, чтобы разрушить этот круг? Он не знал, что этот круг уже был разрушен. Не он возводил его, и он не мог его разрушить. Иов разрушил его. Не бог и не дьявол. Бог не собирается забирать у вас благословение. Благословение здесь. От нас зависит, будем ли мы в нем ходить. Итак, почему сатана был так заинтересован в том, чтобы прорваться туда? Здесь пришлось иметь дело только с одним грехом. Да, Иов совершил много ошибок и много чего сделал. Но сатана покушался только на одно. У него была определенная цель. Он пытался заставить Иова проклясть Бога. Именно это и было его целью. Именно это он и продолжал постоянно проталкивать. Его жена сделала это, равно как и его дети. И Иов говорил, что он так боялся, чтобы его дети это не сделали. И то, что он боялся этого, и поступал на основании этого страха, а не веры, прорвали дыру в этом круге. Почему сатана покушался на его крепкий город? Иов был богатейшим человеком на Востоке. Он имел самое большое влияние во всей восточной части мира. Доберитесь до него, и вы сможете контролировать все остальное. Если вы не сможете до него добраться, он будет контролировать все остальное. С помощью чего? Денег. Не только денег, но и исцеления. У Иова было выдающееся служение исцеления, о котором упомянули его друзья. Они задали ему вопрос о его служении исцеления. И что произошло? Когда он наконец перестал думать о себе, и он принес жертву за тех своих друзей, которые сидели там, разглагодствовали там, и Бог предупредил их. Он предупредил их. «Вы неверно обо мне говорили. Я советую вам пойти к моему рабу Иову. Может быть, он принесет жертву за вас». Другими словами, вам лучше надеяться на то, что он ее принесет, поскольку вот это «благословлю благословляющих», «проклину проклинающих» было в действии. И Бог просто предупредил их. «Ребята, если он решит не благословлять вас, вам беда». Но Иов сделал то, что он должен был сделать. Он принес жертву перед своим партнером по завету, Богом. Защитный круг был восстановлен, его помазание и исцеление снова начало работать, и все присутствовавшие были благословлены и восстановлены. Бог снова на стороне благословения, где он до этого и был. Это история Иова. Аминь. И именно об этом Бог здесь и говорит. Давайте обратимся к другому стиху в этой же самой главе. Богатый, праведный человек, человек, который богат в Боге, он дал нам силу приобретать богатство. Этой силой является главное благословение. Поэтому те, кто получил свое богатство от Бога, и они знают это, у них есть крепкий город. Посмотрите на 22-й стих. Давайте прочитаем 21-й. «Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Благословение Господне, оно обогащает, делает богатым, и печали с собой не приносит. Те люди, которые собирают богатство вне Бога, и Писание многое на этот счет говорит. Оно говорит, что те, кто собирают ростовщичеством и неправедными способами, они собирают для тех, кто праведен в глазах Бога. Те, кто собирает богатство вне главного благословения, это богатство находится в проклятом мире. Экономика проклята, земля проклята, все это проклято. Мы это знаем. И Писание говорит, если вы будете нарушать заповеди и постановления, которые я сегодня заповедал вам исполнять, тогда придут на вас все эти проклятия и постигнут вас. Они уже здесь. Поэтому, если вы пытаетесь собирать вне благословения Божьего, то вместе с этим богатством вы собираете проклятие. Проклятие уже есть здесь. Такое богатство в конечном итоге разрушит вас. Оно порождает больше проблем, чем вы можете подумать. Вы думали, что у вас были проблемы, когда вы были разорены, но вот у вас появились деньги. И тогда, когда вы были разорены, за вами гонялись только кредиторы. Но теперь, когда у вас появились деньги, вы нужны кредиторам и всем их родственникам, потому что некоторые люди прямо сейчас изучают, как заполучить все, что у вас есть. И у некоторых из них это неплохо получается, если только они не наталкиваются на это благословение. Многие из них скрижащут из-за этого зубами, потому что не могут туда пробраться. Но когда вы собираете богатство в главном благословении, оно не приносит с собой печали. Аллилуйя. Говорю вам, вы не знаете, что такое благословленное. Аминь. Понимаете, человек, пытающийся собирать богатство, которое уже проклятое, имеет в нем проклятие, таким богатством вы ничего не можете восполнить. Фактически, это то, чем является материализм. Вам будет полезно записать библейское определение слова материализм, потому что мир не знает, что это такое, равно как и большинство людей в церкви, особенно те, кто проповедует против процветания. Знаете, я верю, что самое глупое, что мог когда-либо делать какой-либо проповедник, это проповедовать нищету тем людям, от которых он принимает пожертвования. Знаете, возможно, это и ответ. На что, брат Коклант? Возможно, это и ответ на вечный вопрос. Насколько можно быть глупым? По крайней мере, это один из них. Разве, по крайней мере, это не является частью ответа? Люди гибнут из-за недостатка знания и недостатка видения, недостатка понимания. Итак, материализм. Не обязательно иметь что-то материальное, чтобы впадать в материализм. Вы можете в него впадать независимо от того, есть у вас что-то или нет. Материализм это не наличие большого количества материальных вещей. Материализм это попытка ответить на духовные вопросы и проблемы с помощью материальных вещей. Это материализм. И он убьет вас. Он приносит с собой много печали. Человек идет и покупает себе новый мотоцикл, думая, если он только у меня будет, если только у меня будет этот ярко-красный Харли Дэвидсон. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Он покупает его. Но эти терзания никуда не ушли. И он думает, так, вот что мне нужно. Мне нужен красный и черный мотоцикл. Он покупает черный. Но теперь все еще хуже, чем было раньше. Находятся люди, которые пытаются украсть у него оба мотоцикла. Тогда он думает, мне нужен новый грузовичок. Именно он. Он покупает себе новый грузовичок. Но и это не помогло. Наверное, ему нужна симпатичная жена с деньгами. И он находит женщину, которая ищет мужа с двумя Харли Дэвидсонами и грузовичком. И та тоже считает, если только я смогу найти себе мужа с двумя Харли Дэвидсонами и грузовичком, все будет хорошо. И у моего ребенка будет отец. И вот мы соединим этих двоих вместе. О, назревает новая мировая война. Потому что Иисус является ответом на то, что, как вы думали, сможет решить первый Харли Дэвидсон, что, как вы думали, сможет решить второй Харли Дэвидсон, что, как вы думали, сможет решить дом, что, как вы думали, сможет решить бассейн, что, как вы думали, смогут решить пять новых костюмов, что, как вы думали, сможет решить новая прическа, что, как вы думали, сможет решить новая работа, что, как вы думали, сможет решить весь этот престиж, что, как вы думали, смогут решить все золотые медали, что, как вы думали, сможет решить весь ваш успех, но оно этого не решит. Иисус единственный, Иисус единственный, кто может удовлетворить ваше желание чувствовать себя уверенно. Иисус единственный, кто действительно может удовлетворить ваше желание иметь мужа и отца для вашего ребенка. Иисус единственный, кто может восполнить все, в чем нуждается ваша плоть, ваш разум, ваш дух, ваш кошелек или что-то еще. Я хотел подвести вас к этому, потому что главное благословение является вашим источником. Вы скажете, Бог мой источник. Да, но главное благословение является связующим звеном. Главное благословение – ваш источник для жизни.